добрый день ко мне приехала пара головоломка до бренда которого раньше у меня не было называется он и shank пишется как-то вот так на коробочке нет упоминаний название бренда в край мере на языке которые я знаю все по-китайски 3 на 3 на 3 5 китайский изображение головоломок промоушен две похожих коробочки и сейчас мы рассмотрим из них вот эту здесь кубой 3 на 3 на 4 о нем будет отдельное видео здесь же шейп мод кубика 3 на 3 на 3 который называют античный фишер куб а брик куб то есть куб кирпич или кейс куб я привык называть его кирпичом хотя по факту это есть удлиненный фишер куб и вот для сравнения классический фишер куб который придуман тони фишером эта модификация заключается в том что оси обычного кубика 3 на 3 повернуты и на месте угла теперь ребро а угол на месте ребер немножко поменялась расцветка углы теперь двухцветные ребра трехцветные и центры двухцветные не сложная модификация кубика 3 на 3 а куб кирпич модификация модификации открываем инструкции коробочки нет я достал инструкцию из кубой до 3 на 3 до 4 здесь можно понять что в этой серии есть еще кубочка возможно фишер мельница что-то такое но вот я видел продажи только 3 на 3 на 4 и кирпич остальное не встречал и вообще этот бренд у меня впервые я уже не раз видел где-то в соцсетях как люди находят кирпич из цветного пластика причем часто это бывает что они их покупают в каких-то не специализированных магазинах и было трудно установить что это все-таки за производитель у меня уже был до этого куб кирпич и по нему мне сделано подробное обучающее видео кому интересно можете посмотреть по ссылке в описании обзора на кирпич мне не было по той причине что это вообще одна из моих первых головоломок я приобрел 3 на 3 4 на 4 5 на 5 и вот кубик кирпич на него была когда-то распродажа в одном известном магазине причем с кирпичом у меня отношения не заводились на заре свое увлечение естественно многого не знал и он мне собирался с трудом а еще не контролируем вращение после смазки меня огорчало по сравнению с той же даяновской трешкой даян джанчи поэтому собрав его один-два раза я его упаковал и запретил всем его доставать из коробочки и перемешивать и так он простоял очень долго а в итоге я набрался опыта и сложность головоломки казалось минимально стандартный шрифмод 3 на 3 все ситуации здесь понятны и очевидны и как раз тогда снял обучающее видео ну давайте рассмотрим это экземпляр от диан шенка это и и шенк будем его называть если я неправильно произношу поправьте в комментариях размер у них примерно одинаковый здесь черный пластик с здесь цветной пластик это одна из немногих головоломок в форме параллелепипеда а не куба которая не является кубоидом есть еще контейнер куб шипмод с куба и бублоиды различные в виде параллелепипедов но так это явление не такое уж и частое при вращении куб кирпич меняет свою форму мы видим это прежде чем перемешать давайте разберемся где здесь что и почему это на самом деле гораздо проще чем кажется возьмем фишер куб для сравнения центр и здесь вот квадратный центр это ребра четыре одинаковых здесь ребра вот такие вот длинные кажется что здесь два элемента но на самом деле это фиктивный разрез он чисто косметический пой по этому разрезу головоломка не крутится уголки вот такие на фишер кубе на кирпиче вот такой большой опять же кажется что он из трех деталей но на деле это опять же фикция есть маленький уголок есть большой уголок ребра примерно вот одинакового размера ребра уголки двух видов маленький и побольше если мы сделаем какой тот здесь примитивный узор то сразу станет понятно где какие элементы то не различаются по цветам и вот уголок уголок центр и вот это ребра вот маленькие уголки и страх перед головоломкой если вы с ней не знакомы здесь должен уже понемногу отступать раз это шейп мод 3 на 3 удлиненная версия фишер куба то здесь все легко соберется да здесь будет псевдо паритет да здесь вот такие вот интересные формы принимает головоломка но это все та же трешка давайте перемешаем и соберем вращается на удивление хорошо экземпляр от диан шенг как я уже сказал я на долгое время законсервировал на несколько лет и достал только год или два назад хотя купил его 2015 долго он лежал в забвении изначально диан шенг крутился очень плохо я в него добавила белый мару тогда еще в пятнадцатом году и он стал вращаться совершенно не контролируемо сейчас конечно же подсох наверное но все же вращается экземпляр от и шенг вращается тоже неплохо тоже не очень контролируемо но кажется что немного поприятнее как-то помягче заранее скажу что убоит от этого бренда очень даже хорош 3 на 3 на 4 соответственно если советовать какой из кирпичей покупать диан шенг или и шенг то есть есть но вот такой это пластик цветной не вращается получше да и вообще по практичнее поприятнее на поприятнее на вид давайте соберем начинаем с креста здесь нужно понимать что ребра у нас такие вот продолговатый и имеет два цвета как и в обычном кубике 3 на 3 есть белокрасное ребро и есть еще одно такое белокрасное если мы их расположим вот так вот рядом то сомнительно что вот здесь красная грань и здесь красная грань будет мы посмотрим на оригинальный кирпич собранный то видим что вот ребро бело-красное а напротив должно быть бело-оранжевое белокрасное бело-оранжевое рядом стоят белокрасные ребра только по длинной стороне но не по короткой и ни в коем случае они не стоят а напротив друг друга поэтому вот такое расположение будет естественно неверным нужно переставить ребро куда-нибудь вот сюда у нас есть для этого две позиции либо вот так поставить либо вот так ну это нам уже не понравилось значит будет здесь значит здесь будет красная сторона напротив располагаем оранжевое и вот у нас получается крест он пока еще неправильный вот такой элемент одноцветный это центр оранжевый центр ну вот красный центр здесь красный центр с красным ребром совпадает но этого мало поскольку оранжевый с красным не совпадает двигаем красный с красными оранжевый с оранжевым по ориентации центров только один совпал вот это нужно развернуть стандартно это делаем поднимаем вверх отводим в сторону и возвращаем я подробно сейчас не буду углубляться как это все собирается покажу лишь пример как я уже говорил по ссылке в описании можно посмотреть подробные туториум по такой головоломки разворачиваем все центра не вот теперь крест правильный а здесь даже встал уголок но мы понимаем что белый оранжевый зеленый красный расцветка неправильно здесь должен быть синий уголок он белый синий уголки здесь двухцветные понятно что вот в это место должен стать маленький красный уголок в это маленький оранжевый так здесь белый красный стоит вот бело-оранжевый пиф-пафами прямыми обратными ставим по местам и уже вырисовывается контур нашего прямоугольника так вот здесь вот бело-синий уголок ставим на место он стал вместе с ребром хорошо так первый слой готов проверяем расцветку белый красный зеленый оранжевый синий также как на 3 на 3 ну или по обычным кирпичом смотрим как и должны располагаться цвета или по любой трешке дальше собираем второй слой понятно что над бело-зеленым углом должно быть зеленое ребро ищем зеленое ребро вот она если так вот сделать становится сюда поскольку это все-таки видоизмененный фишер копы здесь возможен псевдо паритет на и поэтому ребро она симметрично и можно как с этой стороны поставить так и с этой сейчас мы пока даже не угадаем с какой стороны ставить поэтому допустим я отсюда поставлю неважно потом просто решим псевдо паритет так зеленое ребро есть синие есть ставим оранжевое и красное видим красное опять же она симметрично неважно с какой стороны поставить главное здесь не использовать ромашки лесенки которые разворачивают центры а либо использовать нормальный f2l либо мой метод для начинающих да и не только мой во многих методах для начинающих использована именно эта формула для сборки второго слоя так мы видим что псевдо паритета нет но он мог быть в каком случае если одно из вот этих ребер второго слоя будет развернуто неправильно давайте моделируем вот такая вот ситуация называется псевдо паритетом здесь может быть либо одно ребро правильно ориентировано либо 3 как сейчас причем смотрим что у нас первые два слоя собраны да но псевдо паритетом это называется по той причине что это не настоящий паритет как на 4 на 4 и других четных кубах а вот такая вот ситуация как на этом кубике 3 на 3 где неправильно развернуто одно из ребер второго слоя так как эти ребра симметричные то мы этого просто не видим надо любое из этих четырех ребер развернуть и мы избавимся от псевдо паритета чем неважно какое если сейчас вот на этой трешке разверну какой-нибудь еще ребро на вот два развернутых то мы лишаемся псевдо паритета и можем спокойно собрать а хотя у нас два ребра не собраны можем даже полностью куб собрать останутся вот эти два ребра флипнутыми как решается псевдо паритет нужно просто достать ребро с моделером это на трешке нужно достать ребро отсюда любым способом допустим методом для начинающих но вот это ребро поставим вот сюда вот так и это ребро теперь нужно сюда же и поставить только той стороной который нужно но если мы вы извлекали отсюда нужно слева и его сюда установить по сути два раза одну и ту же форму применить отсюда берем ребро ставим и когда она поднимется наверх нужно и с той же стороны его возвращаем на законное место либо решаем как в f2l достаем пару разбиваем ее на трехходовку и загоняем как трехходовку так предпочитаю делать я сам ну и здесь именно так сделаем разбили на трехходовку это быстрее и не нужно заморачивать с какой стороны где там что делать здесь видим псевдо паритет ушел остается правильно ориентировать углы верхнего слоя ну можно пиф-пафами делать ойл я же здесь вижу алгоритм уши крестовой попробуем его провернуть очень приятно вращается кирпичик вот все у нас ориентировано красивый забавный узор это наверное один из приятных моментов этой головоломки она всегда эстетично выглядит забавный форум принимает и собирается не сложно здесь напомню что в головолом которые имеют центры с ориентацией ориентация центр в которых важно лучше не применять все формулы фридриха для сборки верхнего слоя лучше использовать проверенные алгоритмы которые не разворачивают центры примеру даже банальный юперм он вам развернет боковой центр ну и верхней еще развернет но боковой будет неприятно алгоритмы которые используют своем методе для начинающих не разворачивают центры и идеально подходит для многих шейп-модов 3 на 3 располагаем ребра по местам видим вот это ребро стоит на месте это нет это да это нет два ребра напротив друг друга стоят на месте можем сделать теперь он нам вот эти два ребра местами поменяет здесь в шейпундах важно использовать те алгоритмы в которых вы действительно уверены так как знакомые фильтрекции на простом 3 на 3 который позволяет вам делать алгоритм быстро могут не сработать на кубики с изменяющейся формой вы посередине где-то собьетесь если вы знаете этот алгоритм только механически ну придется начинать сначала сборку можно сильно разрушить уже собраны если вы хорошо знаете теперь он или там семерку обычную для сборки ребер то лучше применять их некоторые другие алгоритмы из методов ридрих тоже не разворачивает центре к примеру копье а что если вы вдруг его узнали тоже можно использовать но остается переместить углы по местам я не уверен что терминатор не разворачивает центры поэтому я применять его не буду просто не помню проверял ли это или нет простыми а первыми мы переставим углы как в методе для начинающих сейчас мы видим что ни один на месте не стоит поэтому делаем из произвольного положения и один уголок какой-то встанет на место вот один угол есть второй есть а два нет такой ситуации на этой головоломки быть не должно я сейчас даже задумывался где же я ошибся ведь по этой головоломки я сделал туториал и здесь все познано единственный вариант при котором мог возникнуть вот такой паритет вам наверное уже очевиден если вы внимательно следили с начала видео за моими действиями я сейчас повернулась компьютеру нашел изображение этого кирпичика в магазине в котором я его приобрел и да мое подозрение оказалось верным здесь не такая расцветка как на кубике три на три ну и на стандартном кирпиче на кирпиче диан шенах белый синий красный как и положено на кубиках рубика здесь же будет наоборот белый красный здесь должен быть синий да не белый синий красный как я сделал а белый зеленый красный должно быть в этом моя ошибка и поэтому получается невозможная ситуация которая не бывает на подобных шип модах да это особенность головоломки про которую я сейчас помню если неправильно собрать цвета вы это до конца сборки не заметите и в конце получите вот такой вот паритет как решить нужно просто поменять зеленые синие элементами местами извлекаем отсюда зеленую пару устанавливаем на место синий массив на освободившиеся у нас необходимо вновь собрать койл давайте чтобы продемонстрировать разные ситуации это сделаю при помощи рыбок на вот эту рыбка решим слева так они что-то я ошибся но зато мы увидели как выглядит восьмерка контроль и конечно ломки не хватает но он собрался так что мы видим ребра одно на месте мало вот два смежных ребра на месте ну зато я вам покажу другие ситуации на этом кубике на этом пролепипеде два ребра на месте выполняем стандартную семерку из метода для начинающих так ну вот форма кирпича уже возвращается один уголок на месте и как я и планировал а первым мы до соберем все кирпичик собран действительно на модификации от и shank нестандартная расцветка не та которую я ожидал и я не обратил на это внимание в начале своей сборки а зря надо быть внимательнее ну просто я много крутил кубой это а там все как положено это не является какой-то супер новинкой просто мне удалось и так приобрести только сейчас кирпичик нику будет три на три на четыре качество неплохое очень даже хорошие вращаются головоломки приятно кирпич клуб интересная головоломка ну если вы только начинаете изучать шейп моды три на три если вы искушенный коллекционер она больше именно по своей форме вам приглянется все конечно такого нет это не какая-то уникальная разработка это вполне известная головоломка но если вы вдруг ее где-то увидите в розничных сетях торговли не пугайтесь это тоже можно собирать да и я думаю при желании можно вот эти вот зеленые детальки поставить на место синих механические и вот этот диссонанс в неправильной расцветке он пропадет например если я сейчас от положу на полочку и спустя год достану а еще какой-нибудь перемешанном состоянии то я могу и не вспомнить что здесь расцветка было неправильно можно поменять можно и оставить так будет на веселее недорогая интересная головоломка если такое нет то весьма рекомендую и и шенг вращается лучше чем день шенг ну и заодно а новый бренд у меня такого раньше не было а на этом все всем спасибо всем пока